дорогие мои плохо закончилась предыдущие видео вторая часть продолжим когда я молюсь у себя дома у меня там намолены уже кто бывал у меня дома все говорят что дух добрый не хочется уходить спокойствие такое тишина у нас нет дома ругань и слава богу вот но здесь молитва она не тяжелая нет но просто чувствуется что она не дополняет одна другую то что нету прошлых молитва есть только настоящие вот и надо молиться чем чаще тем лучше вот еще могу сказать храм здесь есть но он не действует он полуразрушенный около кладбище но даже если бы он был действующий конечно же там бы служил священник который поменит поминает гундяева владимир михайловича нынешнего так называемого патриарха в кавычках еретика и кумениста предателя я бы в него конечно же не пошла мы из 2021 года с детьми в храм захваченный ритиками не ходим мне очень жалко церкви жалко иконы вообще жалко мне иной раз найти как накатывает что хочется но я не пойду я вот но не пойду мы молимся дома мужа привыкли потом я даже боюсь этих священников вы видите что творится с непоминающими священниками которые напоминают вроде патриарха но они в такую жуткую ересь уходят взять никодима шмачку не от него господь конечно отвел вот хотя я живу тоже в подмосковье они тоже в подмосковье вроде у него там приход я могла бы к нему поехать на опять же не поехала чувство что не надо ехать я их боюсь этих непоминающих священников куда их понесет в какую степь поэтому по промыслу божьему с божьей помощью молимся дома о беднице значит от себя хочу добавить что обедница мирским чином на великие праздники она всегда разная и молитвы разные и тропари разные песнопения разные начало разное конец только всегда одинаковый и блаженство вот эти вот заповеди они тоже все там разные что чтец говорит что братья поет вот поэтому по возможности я живого журнала скачиваю как бы литургии литургии обедницы мирским чином вот например на троицу да там пасхальные рождественские на успение на средине на благовещение то есть они все разные но бывает такой например у меня день рождения был 11 мая но это будний день не воскресный да я просто взяла воскресную обедницу добавил в нее молитва сегодняшнего дня тропари и с божьей помощью причастилась готовимся мы как положено как вот когда фрам ходили значит к исповеди каноны обязательно 3 они один в 3 в 3 лицах в в сборной солянка обязательно 3 потом к причастию канон и молитвы также пост выдерживаем просим друг у друга прощения всех кого мы знаем исповедуюсь перед иконам спасители всеми святыми которые у нас есть вот на коленочке все как положено каемся рвем и сжигаем свои грехи вот понятно что это не причастие и не исповедь как таинство но все же это лучше чем ничего без этого нельзя нельзя забывать бога уходить от него отворачиваться спиной и говорить вот если я не могу в храм потечу то я тут дома буду стараться обязательно надо стараться царство небесное нудится я не хочу в ад надо прожить так чтобы попасть встретиться в царстве небесном в раю царство небесное скорее всего мы не попадем а вот в рай и райские селения очень даже возможно вот значит берем евангелие там есть молитвы если кому интересно в интернете у евгения лопатина тоже есть бачка там еще один епископ николай рассказывает как надо берешь евангелие на евангелие салфетчика на салфетчика чашечку чашечку просфору или кусочек хлеба или у кого есть артис или еще что-то вот добавляете святую воду все это благословляет во имя отца и сына святаго духа вот и это у вас причастие потом причащаетесь в обеднице все это есть каком месте причащаться вот вот в принципе все что я хотела сказать когда в доме идет молитва то в доме живут ангелы да а когда дома молитва нету то ангелы там очень тесно и тяжело надо обязательно молиться о своих детях о своих родных о своих мужьях и жёнах о своих родителях о живых усопших если усопшим там плохо то нам тоже будет плохо грехи рода передаются если они раскаянные есть то они все передаются кайте своих грехах грехах своего рода есть даже специально молитва такая если кому интересно пишите в комментариях я вам ее пришлю либо сфотографирую листочек либо сами найдете от батюшки убиенного я считаю ирия андрея углова все эти молитвы у него есть молитва за свой род господи милосердный судья праведен казуч детей за нераскаян грехи родитель до третьего четвертого рода вот по этим словам можете найти вот христос воскресе воистину воскресе христос христос воскресе из мертвых смертью смерть поправ исущим в гробе их живо даровав христос воскресе из мертвых Смертью смерть поправ, Исущим во гробе их же его даровав. Христос воскресе из мертвых, Смертью смерть поправ, Исущим во гробе их же его даровав.